Китай. Официально известный как Китайская Народная Республика. Огромная страна, расположенная в Восточной Азии. Население более 1,4 миллиарда человек. Китай является самой густонаселенной страной в мире и третьей по величине во площади сразу после России и Канады. Страна известна своей богатой историей, культурой и традициями, а также быстро растущей экономикой. История Китая. Восходит к древним временам, и свидетельства пребывания человека в этом регионе насчитывают более 2 миллионов лет. На протяжении всей своей истории Китаем правили различные династии и император, каждый из которых оставил свой след в культуре и развитии страны. В 1949 году Коммунистическая партия Китая взяла под свой контроль страну и учредила Китайскую Народную Республику. С тех пор Китай претерпел значительные экономические и социальные изменения. А правительство реализовало такие стратегии, как политика одного ребенка, демографическая политика Китая, проводившаяся в 1979-2015 годах, позже китайские семьи могли заводить двух детей, а недавно в 2021 году до трех. Инициатива «Один пояс и один путь», выдвинутая в 2010-м. Китайская Народная Республика и предложение объединенных проектов экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21 века. Сегодня Китай является одной из ведущих экономик мира с акцентом на производство технологии и международную торговлю. Страна также является родиной некоторых из самых знаковых достопримечательностей мира и туристических направлений, включая Великую Китайскую Стену и Запретный Город. Традиционные китайские искусства, такие как каллиграфия, живопись, керамика, пользуются большим уважением во всем мире. И, конечно, страна известна своей кухней, которая сильно варьируется от региона к региону. Друзья, ну а перед тем, как мы начнем разбирать тему более детально, хочу напомнить, у меня есть два YouTube-канала, один, на котором вы находитесь, второй, с Maps Education про зарубежное образование. Про мои путешествия и про города и страны вы можете посмотреть на этом канале, собственно говоря. А про учебу за границей, возможности построить карьеру за рубежом, выбор страны для иммиграции. Это все на СМАПС. Education, переходите, подписывайтесь. Если вам понравятся ролики, лайкайте. Но мы продолжаем. География регионы. Китай расположен в Восточной Азии и граничит с 14 странами, включая Россию, Индию, Пакистан, Вьетнам. Китай является родиной нескольких горных хребтов. Наиболее заметными является Гималайя, которая образует юго-западную границу Китая и включает в себя самую высокую вершину в мире – гору Эверест. Другие значительные горные хребты включают горы Кунь-Лунь, Тянь-Шань и Цин-Линь. Тибетское Нагорье, часто называемое «крышей мира», расположено в Западном Китае. Это самая высокая крупная плата на Земле, средняя высота которого превышает 4,5 тысяч метров. Китай пересекают многочисленные реки, включая некоторые из самых длинных и важных водных путей в мире. Река Янзы, также известная как Чангзан, является самой длинной рекой в Азии и третьей по длине в мире. Другие значительные реки включают Желтую реку Хуанхэ, Жемчужную реку Джудзян и реку Миконг, которая протекает по юго-западу Китая. В Китае есть и обширные пустынные регионы, если вы не знали, да, в Китае есть пустыня. Наиболее известные из которых является пустыня Гоби на севере и пустыня Дакламакан на северо-западе. Эти пустыни характеризуются обширными участками песчаных дюн и засушливыми условиями. Китай также имеет обширную береговую линию, которая простирается более чем на 14 тысяч километров вдоль Тихого океана. Она включает в себя Бахайское море, Бахайский залив, Желтое море и Восточное Китайское море. В Китае множество островов, самым крупным из которых является остров Хайнань в Южно-Китайском море. Тайвань, который управляется отдельно от материкового Китая, также считается частью китайской территории. Другие известные острова включают Парасельские острова, острова Спратли и архипелаг Чжоушань. Китай – огромная страна с разнообразными регионами, каждый из которых обладает своими отличительными особенностями, культурой и экономическим развитием. Хотя существуют различные способы разделения Китая на регионы. Вот общая классификация, основанная на географических, исторических и культурных факторах. Северный Китай. Этот регион характеризуется северо-китайской равниной, которая является одним из основных сельскохозяйственных районов страны. Сюда входят такие провинции, как Пекин, столица, Тянцзинь, Хабей, Шанси и внутренняя Монголия. Второе. Северо-восточный Китай, также известный как Дунбэй. Этот регион включает в себя три провинции – Ляонин, Дзелинь и Хэйлунцзян. Он граничит с Россией и известен своей тяжелой промышленностью, минеральными ресурсами и суровыми зимами. Ну, конечно, с Россией же граничит. Северо-восточный Китай сыграл значительную роль в промышленном развитии страны, особенно в период советского влияния. Третий регион – Восточный Китай. Этот регион расположен вдоль восточного побережья и включает дельту реки Янцзы. И провинции Дзянсу, Джэцзян и Аньхой. Это один из наиболее экономически развитых регионов Китая, с процветающей промышленностью, шумными городами, такими как Шанхай, и богатым культурным наследием. Восточный Китай также включает в себя исторический регион Дзянянь, известный своими живописными пейзажами, классическими садами и традиционными городами на воде. Ну и логично, что четвертый регион – это Южный Китай. Этот регион охватывает провинции Гуандун, Фудзянь, Хайнань и Гуанси, а также специальные административные районы Гонконг и Макао. Южный Китай отличается субтропическим климатом, пышными ландшафтами и яркой морской культурой. Он известен своим экономическим процветанием, международной торговлей и быстро развивающимися городами, такими как Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Юго-западный Китай. Этот регион включает провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу и муниципалитет Чунцин. Он характеризуется гористым рельефом, глубокими речными долинами и этническим разнообразием. Юго-западный Китай известен своей острой кухней и великолепными пейзажами. Северо-западный Китай. Этот регион включает провинции Шэнси, Гансу, Циньхай и Синьцзянь-Уйгурский автономный район. Это обширная и малонаселенная территория с разнообразными ландшафтами, включая пустыню Гоби, Тибетское Нагорье и исторические маршруты Шелкового пути. Северо-западный Китай обладает богатым культурным исследием, на которое оказали влияние центральноазиатские, исламские и тибетские традиции. Тибет. Будучи автономным районом Китая, Тибет расположен на Тибетском Нагорье и известен как Крыша Мира. Он обладает уникальной культурой, в основном под влиянием тибетского буддизма и славится своими потрясающими пейзажами, включая гору Эверест и дворец Патала в Хасе. Природа и вода. Китай наделен разнообразными и захватывающими дух природными ландшафтами, которые охватывают горы, реки, леса, пустыни, озера и береговые линии. Его обширная территория и географические особенности делают его страной удивительной природной красоты и экологического значения. Китай является родиной многочисленных горных хребтов, включая Гималайи, горы Кунь-Лунь, Тянь-Шань и Цинь-Линь. Эти величественные вершины открывают захватывающие возможности для трекинга и часто ассоциируются с духовным и культурным значением. Самой высокой вершиной страны является гора Эверест, расположенная на границе с Непалом. Уже повторяю несколько раз, но как бы про Эверест стоит повторить и каждый день мы говорим о самой высокой горе в мире. Реки Китая играют жизненно важную роль в ландшафте и культуре страны. Река Янзы, также известная как Золотой водный путь, является самой длинной рекой в Азии и третьей по протяженности в мире. Другие известные реки включают в себя Желтую реку, Жемчужную реку и реку Меконг, которая впадает в юго-западный регион Китая. Китай может похвастаться и потрясающими карстовыми ландшафтами, характеризующимися известняковыми образованиями, подземными реками и пещерами. Самым известным примером является Гуйлин, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И его карстовые вершины, которые на протяжении веков вдохновляли традиционное китайское искусство и поэзию. Каменный лес в Юньнане и национальный лесной парк в Чан-Зя-Дзе, Хунане. Да, это другие замечательные карстовые образования. В Китае есть обширные пустыни, которые предлагают уникальные и контрастные впечатления. Как в Дубае гоняем на квадроциклах по пустыне, да? Пустыня Гоби. Китай, расположенная на севере, представляет собой холодную пустыню с обширными участками бесплодной земли и песчаными дюнами. На северо-западе пустыня Токламакан, известна своими зыбучими песками и крайней засушливостью. Ее часто называют морем смерти или если войдешь, то обратно не вернешься. Китай является родиной нескольких красочных озер, каждая из которых обладает своим собственным очарованием и экологической важностью. Знаменитое западное озеро в Ханчжоу славится своими живописными пейзажами и культурным значением. Обширное озеро Цинхай, расположенное в Тибетском Нагоре, является крупнейшим озером с морской водой в Китае и обеспечивает важную среду обитания для перелетных птиц. Вода является важнейшим ресурсом в Китае и страна сталкивается с целым рядом проблем, связанных с ее доступностью, качеством и управлением. Крупнейшие реки Китая, включая Янзы, Чангцзян и Хонхэ, играют жизненно важную роль в водоснабжении страны, сельском хозяйстве и транспорте. Эти реки, наряду с другими, такими как жемчужная река Чудзян, обеспечивают водой густонаселенные регионы и поддерживают сельскохозяйственную деятельность. Однако, да, вот я вам все это рассказал, но есть однако. Загрязнение окружающей среды, чрезмерное использование и проекты по отводу воды привели к опасениям по поводу нехватки воды и ухудшения состояния окружающей среды. Китай сталкивается со значительными проблемами, связанными с нехваткой воды, особенно в засушливых северных регионах. Спрос на воду возрос в связи с быстрой индустриализацией, урбанизацией и потребностями сельского хозяйства. Изменение климата усугубляет проблему, приводя к изменению характера выпадения осадков и увеличению чистоты засух. Для решения проблемы дефицита воды правительство осуществило различные меры, такие как проекты по сохранению водных ресурсов, реформы ценообразования на воду и инициативы по передаче водных ресурсов. Индустриализация и урбанизация привели к серьезным проблемам загрязнения воды в Китае. Многие реки, озера и источники подземных вод были загрязнены промышленными стоками, сельскохозяйственными стоками и бытовыми отходами. Правительство запустило кампании и нормативные акты по борьбе с загрязнением воды. Проект по отводу воды с юга на север – одна из крупнейших инициатив по переброске воды в мире. Направлен на то, чтобы направить воду с богатого водой юга в более засушливые северные регионы. Кроме того, правительство продвигает водоснабжающие технологии в сельском хозяйстве, проводит реформы ценообразования на воду и инвестирует в инфраструктуру очистки сточных вод. Признавая важность сохранения водных ресурсов, Китай начал кампании по повышению осведомленности общественности и промышленных предприятий о необходимости устойчивого водоиспользования. Эти усилия поощряют практику водоснабжения, такую как использование водосберегающих технологий, содействие рециркуляции воды и повышение эффективности водоиспользования в различных секторах. Еще одна из проблем связана с тем, что Китай разделяет многие из своих крупных рек, таких как река Меконг, с соседними странами. Это привело к напряженности и спорам по поводу водных ресурсов, особенно связанных со строительством плотин, водопользованием и воздействием ниже по течению. Китай активно участвует в дискуссиях и механизмах сотрудничества с соседними странами для решения проблем трансграничных водных ресурсов. Энергия. Энергия. Это, наверное, самое интересное, да? Как все это поддерживать? Что касается энергетики страны, Китай является крупнейшим в мире потребителем энергии и добился значительных успехов в диверсификации своего энергетического баланса. Исторический уголь был доминирующим источником энергии в Китае, обеспечивая значительную часть выработки электроэнергии в стране. Но сейчас правительство работает над сокращением потребления угля из-за опасения по поводу загрязнения воздуха и выбросов углекислого газа. Что делает Китай? Усилие включает в себя повышение эффективности угольных электростанций и содействие использованию более чистых технологий, таких как котлы со сверхкритическим и циркулирующим псевдоожиженным слоем. Китай вложил значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, включая ветер, солнечную энергию, гидроэлектростанции. Китай стал мировым лидером в области возобновляемых источников энергии с амбициозными целями по расширению производства энергии и возобновляемых источников. Китай обладает самой большой установленной мощностью ветряной и солнечной энергетики в мире и активно продвигает развитие морских ветряных электростанций. Страна также инвестирует в крупномасштабные гидроэлектростанционные проекты, хотя были высказаны опасения по поводу воздействия на окружающую среду и перемещения общин. Страна расширяет свои мощности и в области ядерной энергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности в энергии при одновременном сокращении выбросов парниковых газов. Правительство поставило перед собой цель увеличить мощность атомной энергетики, в связи с чем по всей стране строятся новые реакторы. Для обеспечения безопасной эксплуатации ядерных установок применяются строгие правила и стандарты безопасности. Китай является основным источником глобальных выбросов углекислого газа из-за своей большой численности населения и промышленной деятельности. Однако, правительство предприняло шаги по борьбе с изменением климата, включая установление целевых показателей по максимальному сокращению выбросов углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Еще ждать нам, конечно, долго. Это предполагает переход к более чистым источникам энергии, повышению энергоэффективности и продвижению низкоуглеродных технологий. Китай также активно участвует в международном энергетическом сотрудничестве и инвестициях. В рамках таких инициатив, как инициатива «Пояс и путь», Китай инвестирует в проекты энергетической инфраструктуры в странах-партнерах, включая развитие возобновляемых источников энергии и строительства электростанций. Китай также является одним из крупнейших производителей электронных отходов, в мире правительство ввело в действие нормативные акты по контролю за импортом и переработкой электронных отходов, направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды и защиту безопасности работников. Были созданы надлежащие предприятия по переработке электронных отходов для извлечения ценных металлов и безопасной утилизации опасных материалов. Китай признал воздействие пластиковых отходов на окружающую среду и предпринял шаги по сокращению их потребления и улучшению переработки. В стране введены запреты на импорт пластиковых отходов. Предпринимаются усилия по стимулированию использования биоразлагаемых пластмасс и совершенствованию инфраструктуры переработки пластиковых материалов. Стоит отметить, что на ситуацию с переработкой отходов в Китае значительное влияние оказали изменения в международной политике торговли отходами. В 2018 году Китай ввел ограничения на импорт определенных видов твердых отходов, изменив динамику мировой индустрии переработки отходов. В результате многие страны были вынуждены развивать свои собственные возможности по переработке отходов и изучать альтернативные решения по обращению с отходами. Транзит. Транзит товаров в Китае предполагает перемещение товаров в рамках обширной транспортной сети страны. Учитывая размеры Китая и разнообразную географию для обеспечения эффективного потока продукции, используют различные виды транспорта. Дорожные сети играют решающую роль в транзите товаров внутри Китая. Страна обладает дорожной инфраструктурой, включая автомагистрали, скоростные автомагистрали и сельские дороги, которые соединяют города, поселки и сельские районы. Грузовики и грузовые автотранспортные средства обычно используются для перевозки товаров, начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией. Автомобильные перевозки обеспечивают гибкость, доступность и возможность доставки от двери до двери. Железные дороги также являются важным видом транспорта для транзита товаров по территории Китая. Страна располагает одной из самых разветвленных железнодорожных сетей в мире, включающие как линии стандартной колеи, так и высокоскоростные железнодорожные линии. Железнодорожный транспорт эффективен для поездок на большие расстояния и часто используется для перевозки сыпучих грузов, тяжелой техники и междугородних перевозок. Железнодорожная система Китая интегрирована с соседними странами посредством международного железнодорожного сообщения, что облегчает трансграничную торговлю. Обширная береговая линия Китая и многочисленные реки также делают водный транспорт важнейшим видом транспорта для транзита товаров. Крупные порты, такие как Шанхай, Шэньчжэнь и Тяньцзинь, обслуживают значительные объемы международной торговли. Внутренние водные пути, включая реки Янзы и Джудзанг-Ривер, используются для внутренних перевозок грузов. Баржи, корабли и контейнеровозы перевозят широкий ассортимент продукции, включая сыпучие товары, контейнеры и сырье. Авиаперевозки грузов также играют жизненно важную роль в перевозке срочных и ценных грузов. Китай обладает хорошо развитой системой воздушного транспорта, в которой несколько крупных аэропортов служат грузовыми узлами. Такие аэропорты, как Пекинский столичный международный аэропорт, Шанхайский международный аэропорт Пудун и международный аэропорт Гуанчжоу, обрабатывают крупные объемы грузов. Воздушный транспорт особенно важен для трансграничной торговли и международных перевозок. Мультимодальные перевозки. Обширная транспортная сеть Китая позволяет осуществлять мультимодальный транзит, сочетая различные виды транспорта для оптимизации эффективности и связности. Например, товары могут быть доставлены грузовиком на железнодорожный терминал, затем погружены в поезда для перевозки на дальние расстояния и, наконец, доставлены грузовиком к месту назначения. Перевозки такого типа обеспечивают гибкость, экономию средств и эффективное управление логистикой. Китай кладывает огромные средства для поддержки логической инфраструктуры и транзита. Все это включает в себя развитие логистических парков, распределительных центров и таможенных зон, которые оптимизируют перемещение товаров, предоставляют складские помещения и предоставляют дополнительные услуги. С быстрым ростом электронной коммерции в Китае доставка последней мили приобретает все большее значение. Службы доставки, включая курьерские компании и онлайн-платформы, играют жизненно важную роль в транспортировке товаров со складов или центров выполнения заказов к порогам клиентов. Китай обладает высокоразвитым и конкурентоспособным сектором доставки последней мили – Last Mile, использующим сочетание мотоциклов, велосипедов и электромобилей для эффективной городской доставки. Китай официально известен как Китайская Народная Республика КНР и действует как социалистическое однопартийное государство. Политическая система в Китае характеризуется централизованным правительством с Коммунистической партией Китая в качестве правящей и доминирующей политической партии. Коммунистическая партия Китай является правящей партией в Китае и оказывает сильное влияние на политические, экономические и социальные вопросы страны. Она находится у власти с момента образования КНР в 1949 году, осуществляет значительный контроль над правительством, военными и ключевыми институтами. Всекитайское собрание народных представителей является высшим органом государственной власти в Китае. Это однополатный законодательный орган, состоящий из представителей избранных из различных регионов и слоев общества. Собрание проводит ежегодные сессии для рассмотрения и принятия законов, утверждения национального бюджета и принятия важных политических решений. Государственный совет является главным административным органом в Китае и возглавляется премьер-министром. Он отвечает за реализацию законов и политики, управление правительственными ведомствами и надзор за повседневным управлением страной. Премьер-министр назначается президентом Китайской Народной Республики. Президент Китая выступает в качестве церемониального главы государства и избирается Всекитайским собранием народных представителей. Президент также занимает должность генерального секретаря Китайской коммунистической партии и оказывает значительное влияние на политические решения. Центральная военная комиссия является высшей военной организацией в Китае, ответственной за разработку военной политики и осуществление контроля над вооруженными силами. Политическая система Китая и его подход к управлению эволюционировали с течением времени. Экономические реформы, проведенные в конце 1970-х годов, привели к значительным изменениям в экономике Китая, что привело к постепенной открытости рыночным силам и расширению взаимодействия с мировым сообществом. Коммунистическая китайская партия сохраняет твердую хватку за политическую власть и поддерживает строгий контроль над свободой слова, средствами массовой информации и политическим инакомыслием. Китай лингвистически разнообразная страна с широким спектром языков и диалектом. Официальным языком Китая является мандаринский китайский, широко известный как путунхуа или общий язык. Мандаринский язык основан на пекинском диалекте и используется в качестве средства обучения в школах, государственной администрации и средствах массовой информации по всей стране. Но Китай также является родиной нескольких других лингвистических групп и языков. В Китае существует множество региональных диалектов, принадлежащих к различным китайским языковым группам, включая ву, юэ, кантонский диалект, мин, хака, сян, гань и цзинь. В то время как мандаринский язык служит языком общения, региональные диалекты широко распространены в повседневной жизни и могут значительно различаться по произношению, словарному запасу и грамматике. Кантонский диалект китайского языка, или гуанжовский, широко распространен в провинции Гуандун, включая города Гуанчжоу, его французское название Кантон и Гонконг. Он относится к юэскому говору. На нем говорят зарубежные китайские общины в различных странах. Кантонский диалект имеет свой собственный уникальный словарный запас, произношение и грамматику. И он часто используется в фильмах, музыке и телевизионных программах. На тибетском языке говорят в основном в тибетском автономном районе и прилегающих районах. Он принадлежит тибето-бирманской языковой семье и имеет несколько диалектов. Тибетский язык является основным языком тибетского народа и играет важную роль в тибетском буддизме и культурных традициях. Уйгурский. Тюркский язык, на котором говорит уйгурское этническое меньшинство. Главным образом в Синьцзян уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. На нем также говорят уйгурские общины в Центральной Азии. Уйгурский язык имеет свою собственную уникальную письменность, которая является производной от арабского алфавита. Джуан. Это язык этнического меньшинства Джуан, который является крупнейшей группой этнических меньшинств в Китае. На нем в основном говорят в Гуанси, Чуанском автономном районе. И он имеет несколько диалектов. Джуан принадлежит к тайко-дайской языковой семье и имеет свою собственную систему письма, основанную на латинском алфавите. Китай является родиной множества других групп этнических меньшинств, каждый из которых говорит на своем собственном языке. Некоторые примечательные примеры включают монгольский, корейский, даже казахский языки, дай, мяу, и, монг и многие другие. На этих языках говорят соответствующие этнические общины в разных регионах Китая. В то время как мандаринский китайский является доминирующим языком для официальных целей, китайское правительство поддерживает признание и сохранение языков меньшинств. Предпринимаются усилия по содействию двуязычному образованию, сохранению культуры и использованию языков меньшинств в районах, где на них говорят. Религия в Китае. Эта тема сложная и разнообразная из-за долгой истории культурных традиций страны. Китай официально является атеистским государством и проводит политику свободы вероисповедания. Но он также накладывает определенные ограничения на религиозную практику. Китайское правительство признает пять основных религий. Буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм. Однако закон жестко регулирует религиозные организации и их деятельность. Особенно те, которые, по его мнению, представляют потенциальную угрозу социальной стабильности. Буддизм имеет значительное присутствие в Китае. Он оказал глубокое влияние на китайскую культуру и философию. Китайский буддизм включает в себя элементы буддизма Махаяны, дзен-буддизма и тибетского буддизма. По всей стране можно найти множество храмов и монастырей. И миллионы китайцев идентифицируют себя как буддисты. Даосизм, коренная китайская религия, подчеркивает гармонию с природой, равновесие и культивирование внутреннего покоя. Она имеет долгую историю в Китае и сосуществовала с другими религиозными традициями. Даосские храмы и практики соблюдаются до сих пор. И некоторые даосские элементы смешались с китайскими народными верованиями и обычаями. Ислам присутствует в Китае уже более тысячелетия. Главным образом в западном регионе Синьцзан и некоторых частях северо-запада. Большинство китайских мусульман принадлежит к этнической группе Хуэй. В то время как другие мусульманские общины, такие как уйгуры и казахи, живут в Синьцзане. Китайское правительство строго регулирует исламскую практику. И поступали сообщения о нарушениях прав человека в отношении мусульманских меньшинств. Христианство пришло в Китай вместе с европейскими миссионерами столетия назад. Католическая церковь и различные протестантистские динаминации имеют последователей в Китае. Но они действуют в рамках одобренных правительством религиозных организаций. Правительство внимательно следит за их деятельностью и контролирует назначение епископов и духовенства. Помимо этих официально признанных религий, существуют также многочисленные традиционные народные религии. Такие как поклонение предкам и местным божествам, которые играют значительную роль в китайской культуре. Эти верования часто переплетаются с другими религиозными практиками. МИГРАЦИЯ В КИТАЙ МИГРАЦИЯ В КИТАЙ Китайские иммигранты, особенно из южных регионов, мигрировали в Юго-Восточную Азию, Америку, включая Соединенные Штаты и Канаду, Австралию и другие части света в поисках лучших экономических перспектив. Эти китайские иммигранты часто сталкивались со сложными условиями и сыграли значительную роль в развитии китайских общин за рубежом. Мы с вами знаем о многих китайских кварталах в крупных мировых городах. В последние десятилетия Китай пережил всплеск иммиграции из-за сочетания факторов, включая экономические возможности образования и воссоединения семей. Кстати, в Америке в одной только учатся около 300 тысяч китайцев. И тут еще раз обращу ваше внимание, что у меня есть второй канал SMAPS Education, на котором я рассказываю про зарубежное образование. Если вам интересна тема учебы за границей, как выбрать вуз за границей, школу за границей, визы и так далее и тому подобное, заходите на канал SMAPS Education. Там очень много всего интересного, различные обзоры и все, что касается зарубежного образования. Также заходите к нам на сайт www.smaps.ru, там консультанты в режиме онлайн подсказывают, рассказывают все об учебе за границей, включая Китай. Продолжаем. Многие квалифицированные специалисты, предприниматели и студенты предпочитают эмигрировать в Соединенные Штаты, в Канаду, в Австралию, ну и, конечно, в европейские страны. Эмиграция из Китая внесла свой вклад в глобальную китайскую диаспору и привела к созданию транснациональных сетей и культурным обменам. На протяжении всей истории Китая принимала мигрантов из соседних стран и регионов, включая Центральную Азию, Корею, Монголию и Юго-Восточную Азию. Некоторые эмиграции были вызваны политическими, культурными или экономическими факторами, в то время как другие происходили из-за чего? Из-за смешанных браков и культурного обмена между приграничными районами. В последние годы в Китае наблюдается рост эмиграции, особенно в крупные города и экономические центры. Приток иностранных специалистов, квалифицированных рабочих и студентов был обусловлен быстрым экономическим ростом. Китай проводит грамотную политику по привлечению иностранных талантов и инвестиций. В Китае действует особая эмиграционная политика и нормативные акты, регулирующие въезд, пребывание и трудоустройство иностранцев. Эти правила включают требования к оформлению виз, разрешение на работу и видов на жительство. Китайское правительство прилагает усилия по рационализации и обновлению иммиграционных процедур, чтобы облегчить привлечение иностранных инвестиций и талантов. Медицина. За последние несколько десятилетий медицинская система Китая претерпела значительные реформы и усовершенствования. Страна предлагает усилия для предоставления доступных медицинских услуг своей многочисленной популяции. В Китае создана обширная инфраструктура здравоохранения, которая включает в себя сеть больниц, клиник и медицинских центров. Эти учреждения варьируются от центров первичной медико-санитарной помощи в сельской местности до специализированных больниц в городских центрах. В крупных городах часто есть хорошо оборудованные больницы, передовыми медицинскими технологиями и специализированными отделениями. В стране действует двухуровневая система здравоохранения, состоящая из государственного и частного секторов. Государственная система здравоохранения финансируется правительством и предоставляет медицинские услуги по субсидируемым тарифам. Государственные больницы и клиники являются основными поставщиками медицинских услуг и находятся в ведении органов государственной власти различных уровней. Уровни такие включают центральные, провинциальные и муниципальные власти. В Китае действует система обязательного медицинского страхования для обеспечения финансового покрытия медицинских расходов. Основными программами медицинского страхования являются базовое медицинское страхование городских служащих Y-E-B-M-E для городских работников, базовое медицинское страхование городских жителей QR-B-M-I для городских жителей, не имеющих официальной работы И новая программа медицинского сотрудничества в сельской местности MRCMS для сельских жителей. Эти страховые программы помогают отдельным лицам и семьям покрыть часть своих расходов на здравоохранение. Традиционная китайская медицина также является неотъемлемой частью медицинской системы Китая. Она включает в себя различные практики, такие как фитотерапия, иглоукалывание и массаж. Данная медицина широко используется и интегрирована с современными методами лечения во многих медицинских учреждениях. В Китае созданы больницы и научно-исследовательские институты, занимающиеся изучением и практикой традиционной медицины. В Китае наблюдается стремительное расширение платформ телемедицины и цифрового здравоохранения. Мобильные приложения и онлайн-платформы позволяют пациентам удаленно консультироваться с врачами, получать доступ к медицинской информации, ну и, конечно, записываться с помощью приложений на прием. Цифровые решения в области здравоохранения помогают повысить доступность медицинской помощи, особенно в отдаленных районах, и обеспечивают удобство для пациентов. Несмотря на улучшения, китайская система здравоохранения по-прежнему сталкивается с проблемами. К ним относятся дисбаланс в распределении ресурсов здравоохранения, длительное время ожидания в государственных больницах и нехватка медицинских работников в сельской местности. Китайское правительство продолжает уделять приоритетное внимание реформам здравоохранения для решения этих проблем, уделяя особое внимание укреплению первичной медико-санитарной помощи, повышению качества медицинских услуг и расширению страхового покрытия. Пенсионная система. В Китае действует пенсионная система, предназначенная для предоставления пенсионных пособий и социального обеспечения своим гражданам. Пенсионная система в Китае претерпела значительные реформы, направленные на решение проблем, связанных со старением населения и обеспечения устойчивости системы. Базовое пенсионное страхование. Данная система распространяется на работников, как в городских, так и в сельских районах. Программа обязательна для работающих лиц и взносы вносятся как работниками, так и работодателями в процентах от заработной платы работника. Взносы поступают в объединенный фонд и используются для выплаты пенсионных пособий при выходе на пенсию. Система пенсионного страхования городских служащих UEPI распространяется на сотрудников, работающих в городских районах, в том числе на государственных предприятиях, частных компаниях и правительственных организациях. Взносы вносимые в UEPI основаны на заработной плате работника и распределяются между работником и работодателем. Пенсионное страхование городских жителей. Охватывает городских жителей, которые не участвуют в UEPI, таких как самозанятые лица, фрилансеры и лица, работающие в неформальном секторе. Взносы в UEPI в основном вносятся самими физическими лицами. При этом некоторые субсидии предоставляются правительству. Сельская пенсионная система охватывает лиц, проживающих в сельской местности и направлена на обеспечение фермеров и сельских жителей. Эта схема была введена для сокращения разрыва между городскими и сельскими районами. Взносы, как правило, вносятся частными лицами и правительством. При этом правительство предоставляет субсидии для обеспечения охвата в районах, испытывающих финансовые трудности. Официальный пенсионный возраст в Китае. Как правило, он составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В зависимости от рода занятий и отрасли промышленности. Однако пенсионный возраст постепенно повышается в связи с проблемами, связанными со старением населения и необходимостью обеспечения финансовой устойчивости пенсионной системы. Пенсионные выплаты, предоставляемые системой, основаны на взносах физического лица и количестве лет участия в пенсионной системе. Конкретные расчеты варьируются в зависимости от таких факторов, как уровень заработной платы, стаж работы и история взноса. Образовательная система Китая. Является всеобъемлющей и имеет высокие приоритеты. С акцентом на предоставление доступного и качественного образования многочисленному населению. Обязательное образование в Китае состоит из 9 лет школьного обучения, включая 6 лет начального образования и 3 года неполного среднего образования. Это бесплатное и обязательное образование для всех детей, направленное на обеспечение базовых навыков. Начальное образование в Китае обычно начинается в возрасте 6 лет и длится 6 лет. Среднее образование длится 3 года младшей средней школы и 3 года старшей средней школы. Учебная программа включает в себя сочетание основных предметов китайский, математика, английский, естественные и социальные науки. Кроме того, учащиеся знакомятся с физкультурой, искусством и музыкой. Национальный вступительный экзамен в высшие учебные заведения, широко известный как Гао Као, это экзамен, который сдают учащиеся старших классов средней школы. Результаты Гао Као играют важную роль при поступлении в университет. Экзамен охватывает китайский, математику, иностранные языки, естественные науки. Результаты экзамена оказывают большое влияние на формирование образовательных и карьерных возможностей. Китай имеет обширную систему высшего образования, которая включает университеты, колледжи и профессионально-технические учреждения. Китайские университеты предлагают широкий спектр программ и степеней по различным дисциплинам. Поступление в университеты является высококонкурентным, а вступительные требования основаны на баллах Гао Као, академической успеваемости и других факторах. Китай расширяет свой потенциал в области высшего образования и располагает многочисленными престижными университетами, признанными как внутри страны, так и на международном уровне. Сдавать национальный экзамен, если по окончанию школы он был провален, можно в любом возрасте. Один китаец из провинции Ляо Нин пытался сдать Гао Као 19 раз. Я не знаю, есть ли кто-то в России, кто сдавал ЕГЭ 20 раз. Китай проводит различные реформы в области образования, направленные на повышение качества образования и стимулирование инноваций. Эти реформы включают в себя реформы учебных программ с акцентом на креативность и критическое мышление, повышение подготовки и квалификации учителей, продвижение современных методов преподавания и расширение доступа к образованию в сельских районах и районах с недостаточным уровнем обслуживания. Китай вкладывает значительные средства в исследования и разработки. Стремясь стать мировым лидером в области инноваций, китайские университеты и научно-исследовательские институты активно участвуют в научных исследованиях, разработке технологий и инновационных проектах в различных областях. Правительство проводит политику, направленную на развитие культуры инноваций и предпринимательства. Ребята, по статистике мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.